Объясните, пожалуйста, подробнее слова святого. «Потому Бог и Отца творил, что Он – любовь». Можно объяснить таким образом. Не узнав горького, не оценишь сладкого. По-моему, всем известно. Пока человек здоров, всё у него хорошо, благополучно, ему кто-то жалуется, он говорит, ну да, 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 конечно, да, сочувствуй сам. Он даже и не понимает, что это такое. Недаром говорят – сытый голодному не товарищ. Не узнав горького, мы не оценим сладкого. Вот и в данном случае. Для того Бог и Отца творил, чтобы человек хоть немножко понял, кто ты как человек, когда ты ведёшь жизнь не по Богу. Слышите? Вот есть заповеди. Вот живи. Хочешь быть счастливым, прекрасным. Вот тебе заповеди. Не хочу. Как это не укради? Что это такое? Как это не соблуди? Да это ж невозможно. Как это не объешься? Как это не напейся? Да что это за жизнь? Ужас один. А, не хочешь? Пожалуйста, пожалуйста. Ты свободен, человек. Ты свободен. И потом пил-пил цирроз печени. Ах, искушение какое! Кололся, кололся. Ах, в 25 лет, я помню, меня подвели одного в Америке. Ему 25 лет, а он уже 70-летний. Все страсти, всё то, что в Евангелии минуется грехом, это есть не приказы Бога, это не юридический закон Бога. Надо запомнить, это предупреждение Бога. Человек, я люблю тебя, не делай, я предупреждаю тебя, не делай этого, не делай. Не ходи, вот там, видишь, полянка, великолепная полянка, и там цветочки. Не вздумай, это болото, болото. Я видел, как там лось тонул постепенно, и никто уже не мог ему оказать спасение. Невозможно, трясина засасывает. Не ходи, человек, туда! Слышите, что такое заповеди Божии? Что такое грех? То, что Бог овинует грехом, это предупреждение человека. Но человек свободен, и вот тот, кто обожжётся, разочек, другой, десятый, двадцатый, глядишь, за голову возьмётся. Ой, верно! Нет, пожалуй, да! Пожалуй, больше не буду! Пожалуй, больше не буду пить! Пожалуй, больше не буду наркоманить! А может быть, если он поумнее, скажет, ой, больше не буду лицемерить! Больше не буду лукавить. Больше не буду лгать. Постараюсь больше не осуждать. Я вижу, что с этим происходит. Каждый грех – это есть не что иное, как рана, которую человек делает себе. Нож всаживает в себя. Я осуждаю другого. Представляете? Я его осуждаю. А знаете, что за этим стоит? Я бы такого не сделал, насколько я его лучше. Вы слышите? Он паршивец или она, и негодяй. А я? Ну что вы! Так вот, потому, говорят, и ад сотворил. Что такое ад? Не думайте только о том, о вечном какой-то гиене. Нет, нет, ад уже здесь у нас, у самих. Разве мы не знаем, как иногда мы страдаем, когда мы попираем совесть свою? Потому что, наверное, у каждого человека что-то было, когда он страдает, как нехорошо отнёсся, как оскорбил этого человека и так далее. Ад? Ад? Да. Ад? Да. Ой, нет, я буду воздержаться от этого. Бог по любви даёт нам возможность испытать этот ад, чтобы мы знали, знали какой-то ужас. Потому Бог и блах, что гиенну сотворил. Познавая горькое, мы будем стремиться к сладкому, я выражаюсь этим языком. И это касается, как уже этой нашей временной жизни, так касается и вечной жизни, слышите? Но это уже отдельная тема, о которой сейчас я говорить не буду.